В эфире РБК УФА. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Уфимское время 20.30. И вот главная тема этого дня. Не в пользу региона. Перераспределение акцизов на нефть ударит по казне Башкортостана. Дорога в рассрочку. Власти Уфы ищут подрядчика на ремонт трассы Уфа-Затон. И экономия на селе. Производители республики получат субсидии на оборудование для элеваторов. Управление по строительству и ремонту дорог Уфы ищет подрядчика на ремонт трассы Уфа-Затон в рассрочку. Аукцион состоится 19 сентября. Сумма контракта 442 миллиона 600 тысяч рублей. Контракт планируется заключить на три года. В течение 30 дней после подписания документа подрядчик получает аванс в размере 3% от суммы сделки. Затем до 25 декабря текущего года заказчик выплачивает 27%. Остальное в течение трех лет, включая 12,5% в год за рассрочку платежа равными долями каждые три месяца. Подрядная организация должна обладать хорошей деловой репутацией и иметь опыт работы, связанный с предметом контракта. Остальные требования к подрядной организации прописаны на сайте государственных закупок. Отмечу, что до конца года власти республики планировали заключить на аналогичных условиях 20 контрактов в 16 муниципалитетах на ремонт более 300 километров дорог. Продолжение следует... Это способ покрытия своих расходов федерального бюджета, поскольку средства... Резервного фонда, фонда национального благосостояния постепенно исчерпываются. Второй момент. Мы уже видим, что Минфин России выступил с инициативой по увеличению налоговых ставок по ключевым налогам на 1% пункт. Рассматривает вопрос о повышении подоходного налога. Поэтому все это объяснимо с точки зрения покрытия расходов федерального бюджета и сделать так, чтобы доходов федерального бюджета стало больше. И в этой ситуации, к сожалению, страдает регионы Российской Федерации и, к сожалению, республика Башкортостан в том числе. Сельхозпроизводители республики получат субсидии на приобретение оборудования для элеваторов и производство комби-кормов. Порядок их предоставления принят правительством Башкортостана. Региональные власти будут возмещать до 40% затрат аграриев на приобретение данного вида сельхозоборудования. В соответствии с заключенными инвестсоглашениями, хозяйство должно в 2016 году произвести не менее 14,5 тысяч тонн комби-кормов. Специалисты отрасли отмечают, что субсидии окажут положительное влияние и поспособствуют росту производства продукции животноводства. Собственные элеваторы помогут снизить расходы по логистике и хранению зерна. Напомню, в августе элеватор по производству комби-кормов был запущен в Благоварском районе республики. Объем инвестиций составил почти миллиард рублей. Вопрос хранения зерна и строительства комби-кормов, я считаю, это очень нужное дело. Почему? Потому что перед тем сейчас увеличиваем молочную продуктивность коров, без нормального комби-кормового цеха это нельзя добиться. Поэтому для нас мы, наверное, обязательно в эту программу войдем и построим у себя комби-кормовый цех. Ну и по охранению зерна тоже важно, потому что услуги элеватора дорогие. Информация о курсах валют, установленных Центробанком на завтра, ни доллар, ни евро не показали никакой динамики. Курс американской валюты по отношению к российской оценивается также в 65.25, европейская – 72.68. Лучшие обменные курсы на сегодня – покупка доллара в Промтрансбанке за 65.10, продажа в Банке Финнам за 65.43. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Башкомснабанке и Банке Тульский расчетный центр за 72.60. По продаже в Банке Финнам за 72.93 рубля. В Башкортостане дан старт ежегодному конкурсу «Предприниматель года-2016». Прием заявок будет проводиться в течение месяца, а торжественная церемония награждения состоится 8 декабря в отеле «Шаратон». Итоги подведут в семи номинациях. Участниками конкурса станут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории региона и работающие в течение двух лет. В прошлом году на конкурс подавались 77 заявок. Наибольшую активность проявили бизнесмены из Кумертау. Город представляли 24 участника. Победитель «Предпринимателя года» получает не только звание, но и общественное признание. Конкурс проходит с 2005 года. Его организаторы – Ассоциация организации предпринимательства республики, Торгово-промышленная палата Башкортостана, Деловая Россия и другие. Генеральный партнер – телеканал «РБ Кауфа». Это еще одно конкурентное преимущество. Каждый предприниматель – это лицо своего бизнеса. И поэтому, если мы чествуем учредителя, собственника этого бизнеса, значит, эксперты наиболее авторитетные и уважаемые предприниматели. Если они выбрали этого предпринимателя в качестве победителя, это значит, что и его бизнес ведется на очень высоком уровне, что услуги, которые он предоставляет, они очень качественные. Это такой синергетический эффект, когда мы доверяем этому предпринимателю, мы говорим, что он лучший. Эти и другие новости ищите на сайте rbctv.ru. На сегодня это все главные региональные новости. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин